Многоуважаемые господа трейдеры, я вас приветствую. Наш цикл уроков по MQL5 продолжается. Сегодня я в ударе, поэтому мы с вами займемся разработкой индикатора. Ну а чтобы было интересно, мы его отобразим в виде гистограммы. Я предлагаю реализовать отражение разницы двух скользящих средних, Movie Neverage, в виде цветной гистограммы. Приступим. Запускаем MetaEditor и кнопку создать. Выбираем здесь пользовательский индикатор в мастере, нажимаем кнопку далее. Давайте зададим ему какое-то имя. Я назову его, например, ma-osc. Вы можете назвать его как угодно. Нажимаю кнопку далее. Здесь ничего не меняю. Также нажимаю далее. И индикатор в отдельном окне. То есть осциллятор, который будет отображать. Здесь ничего не трогаю. Все, что нужно, мы с вами напишем руками. Так интереснее, чем задавать здесь в мастере. Итак, наш индикатор будет иметь четыре настраиваемых параметра. Так, как обычно, я поубираю весь мусор, который мешается. Так, давайте заполним свойства, которые нам необходимы для индикатора. Значит, это property обзываемого. Первым нашим свойством, ну, первый точнее уже есть индикатор separate window, он у нас заполнился автоматически. Тогда, когда мы в мастере, с вами ставили галочку индикатора в отдельном окне. Значит, следующим нашим свойством будет количество буферов индикатора. Так и пишем, индикатор, индикатор буферс, четыре, четыре буфера. Чуть позже я объясню, почему и зачем. Значит, дальше, следующее свойство property, это индикатор plots. Индикатор plots. Значит, это количество графических серий в индикаторе. При создании пользовательского индикатора можно указать, в принципе, один из 18 типов графического построения, ну, способа отображения в главном окне графика или под окне графика. Значения их указаны в перечислении enum draw type. Значит, в одном пользовательском индикаторе допустимо использовать, в принципе, любые виды построения, отрисловки индикаторов. Каждый вид построения требует указания от одного до пяти глобальных массивов для хранения данных. Нам нужен только один. Я пишу единичка. Теперь нам необходимо указать метку для графической серии, которая отображается в окне data.window. Значит, указываем. Также пишем property. Значит, метка. Это индикатор label. Indicator label label 1. Значит, назовем ее mouse, например. Ma, да, ma-oscillator. Mouse пускай будет. Значит, следующим свойством, которым мы воспользуемся, которым мы установим, это будет вид графического построения. Это номер графической серии, нумерация, которая начинается также с единицы. Указываем также property и пишем индикатор type. Индикатор type. Он у нас будет выглядеть как draw color histogram. Вот она. Это будет цветная гистограмма. Так, индикатор type, индикатор type 1 точный. Вот так. Будет правильно. Ну и укажем 5 цветов, которые будут использоваться для графического построения гистограммы. Property. Индикатор. Color. Так, Color 1. Ну, я предлагаю воспользоваться цветами, к примеру, синим и желтым. Да, и начнем со светлого. CLR light blue. Через запятую продолжаем. Чуть потемнее. CLR blue. Продолжаем. Продолжаем. Значит, у нас по центру будет желтый. CLR yellow. Затем на повышение CLR gold. Запятая. И сделаем, чтобы было красиво. CLR dark orange. Ну, будет такой переход красивых цветов. От синего к желтому. О, Украина, привет! Кстати говоря. Держитесь, мы с вами. Давайте также укажем стиль линий для отрисовки. Значит, property. Индикатор style. Индикатор style. 1. Да, конечно же, это будет style solid. Вот этот выберем. Значит, ну, и толщину нужно указать тоже. Давайте укажем. Property indicator with 1. Да, ну, 2. Я думаю, более чем достаточно. Так, теперь давайте, как я уже говорил, у нас будет здесь 4 параметра индикатора. И коль мы работаем со скользящими средними, значит, мы укажем период быстрый MA, медленный MA, ее метод и цену, по которой будем работать. Да, применимую к этим индикаторам. Значит, объявляем переменные. Так, Uint. Т будет у нас Uint. Ну, назовем MA FastPeriod. Так, ну, быстрый Sky будет у нас 7, для примера. Input Uint, ну, медленная, назовем ее MA SlowPeriod. Будет у нас где-нибудь 33. Пусть уинт, потом каждый подберет для себя те параметры, с которыми он работает. Многие работают с Moving Average, поэтому сделайте с ней, что хотите. Значит, дальше. Метод. Ну, возьмем Simple, например, да, возьмем одним из перечислений, с перечислений Enam MA метод. Так, длинная получилась. Давайте. Я люблю, когда все красиво, поэтому красиво, ровно и читаемо. Поэтому выравниваю. Называю ее MA метод. Переменную параметры. Ну и пускай это будет Modus MA. Где она у нас? Вот она. Значит, остается нам еще один параметр. Также из перечисления Enam Applied Price. Опять далеко. Возьмем ее назовем MA Applied Price. Так и назовем. Возьмем по ценам закрытия, да, Price Close. Так, нам необходимы будут несколько глобальных переменных, да, в общей зоне видимости, области видимости. Поэтому мы их здесь также и объявим. Значит, Int FastPeriod. Нам с ними придется работать, поэтому они нам нужны. Так, FastPeriod, SlowPeriod. Значит, нам обязательно нужны будут для работы с этими индикаторами переменные для хранения их описателей. различия в чем между MT4 и MT5 языками MKL4 и MKL5 в том, что в MKL4 мы можем непосредственно обращаться к какому-либо индикатору и получать оттуда значение. В MKL5 здесь предварительно необходимо создать описатель этого индикатора для того, чтобы можно было к нему обращаться в дальнейшем. Здесь идет обращение к индикатору по описателю. Это handle, так называемый. Назову его для быстрой ma fma h и для медленной ma sma h Ну, понятно, да? Fast ma handle и slow ma handle. Вот я здесь объявил переменные. Итак, переходим к событию onInit. при инициализации. Давайте мы инициализируем наши переменные fast период и slow период в том плане, что на случай, если здесь, в процессе, когда вы будете писать советник по этому индикатору, а вы его будете писать, это будет одна из задач домашнего задания, мы все-таки сделаем проверку, вы же все-равно будете заниматься оптимизацией, и эти параметры вы будете подбирать для своего советника, и ma fast период, и ma slow период, эти, ладно, допустим, mod is ma, price close можно оставить, а вот эти обязательно будете подбирать, и где-то что-то, чтобы кто-то неправильно что-то не указал, да, в плане, они же все-равно могут пересекаться в процессе перебора параметров, поэтому мы сделаем здесь проверку в глобальных переменах, ну так будет правильно, так будет красиво, по крайней мере, и выглядеть, и работать. Код будет выглядеть примерно следующим образом, fast период равняется, приводим к типу int, потому что придется сравнивать переменные с различными типами данных uint и int, uint понятно, что гораздо она более длиннее по значению может быть, чем int, int короче. Значит, соответственно, приводим к этому типу и сравниваем. Смотрите, как мы сравним сейчас. Вместо использования операторов if, да, я использую встроенные операторы в виде знака вопроса, так называемого, чтобы было понятно, но это в принципе то же самое. mafast период, если mafast период меньше единицы, вдруг кто-то там 0 указал, да, смысл 0 указывать, никакого. А теперь вопрос ставлю, если он меньше единицы, то выставим единицу, формат записи такой. Для тех, кто уже давно пишет там на языке C++ или MQL, тот порядок описания вот этих операторов он уже знает. Для новичков, ну, рекомендую все-таки прочитать, как правильно его использовать, как интерпретировать. Я постараюсь здесь сейчас объяснить, но надеюсь, что вы поймете. Так, ну, смотрите, сейчас я запишу, потом объясню. mafast период и закрываю и кавычку. Читается оно следующим образом. Если mafast период меньше единицы, то указываем единицу fast период, да, равняется fast период будет равно 1. А если же оно больше равно единице, да, то мы его так и укажем. mafast период, ну, например, 2, да, двойка меньше единицы, нет, пойдет mafast период вот в эту переменную fast период, которую мы здесь объявили. То же самое делаем с переменной slow период. slow период равно int значит ma slow период так, а еще вот что. Будет ли оно равно mafast период или fast период собственно говоря то же самое. Fast период если оно равно ну зачем нам два периода нам нужно сравнивать разницу между двумя индикаторами moving average между двумя машками будем говорить то в таком случае мы fast период увеличим на единичку а иначе проверим еще один один вариант ma slow период может он быть меньше единицы можете его указать там случайно где-то кто-то но кто-то все равно сможет поэтому проверим его в таком случае укажем единичку а иначе ну сделаем как положено ma slow период таким образом здесь у нас в данном случае уже целых две проверки проверка на равенство ma slow период с fast период и mass low период меньше единицы кто не понял перечитайте пересмотрите еще раз так теперь нам необходимо с вами установить настроить буферы для отображения используем функции set index буфер у нас с вами будет четыре буфера кстати мы их с вами еще не объявили сейчас объявим итак объявим четыре буфера значит буферы у нас связаны с ценой поэтому имеют тип double назовем первый буфер ma vs буфер это массивы да понятно следующий буфер ну mouse буфер у нас будет содержать собственно говоря нашу гистограмму да который мы будем отображать на графике второй буфер нам необходим для отображения цветов поэтому назовем его colors буфер буфер значит и нам понадобится пару буферов для хранения значений ma индикатора ma значит первый будет для fast ma назовем его fast буфер и второй соответственно для медленной ma назовем его slow буфер вот 4 буфера нам более чем достаточно значит теперь перейдем к их индексации значит нашу функцию он init наши события и присвоим им индексы значит первый ma os буфер необходимо указать что это за тип буфера у нас будет тип массива это будет индикатор дата значит следующий буфер сет индекс буфер присвоим ему единичку это у нас буфер для цвета colors буфер это у нас буфер будет как indi indi катар color индекс ну так значит следующий буфер сет индекс буфер значит двоечка у него это у нас fast буфер так fast буфер у нас это calculations будет да индикатор calculations так скопирую значит третий будет для slow буфер slow низкого слова тоже индикатор calculations значит так что нам тут еще понадобится нам здесь необходимо указать значит чтобы индексация элементов наших буферов до массивов производилась точно так же как и в time series поэт там сериях да то есть флажок надо установить s series так так ну давайте array array set s series но это необходимо для того чтобы с ними можно было работать и отображалась правильно поэтому array set s series со всеми буферами mouse буфер мы выставим значение им true я сделаю копипаз для всех четырех буферов и отсюда просто скопирую вставлю чтобы не тратить ни ваше ни свое время вот мы установили значит значение флажка s series для всех четырех четырех буферов значит ну собственно чего нам теперь нужно теперь нам нужно инициализировать описатели для индикаторов moving average для fast ma и для slow ma значит давайте обнулим reset last error на случай если вдруг описатели у нас не создадутся мы по крайней мере сможем как-то ошибку понять почему по какой причине поэтому мы обнулим эту ошибку возможно которая была где-то когда-то происходило и теперь значит что у нас тут у нас есть fast ma h это мы договорились что будем использовать их как хендлы для индикатора ma и собственно мы присвоим им значит и ma передадим ему необходимые параметры первый параметр это null да текущий символ time frame у нас период чтобы индикатор работал на любом таймфрейме следующий ma период мы там уже с вами просчитали fast период инициализировали нормально значит что у нас там shift сдвиг ну сдвиг нулевой конечно же метод мы с вами в параметрах задали да как мы его назвали ma метод вот отсюда прямо я его копирую и сюда подставляю значит что у нас еще осталось applied price ну то же самое my applied price я копирую и сюда подставляю все точка запятой все параметры выставлены ну теперь было бы неплохо проверить что мы сделаем так что у меня капс if значит fma h равняется invalid handle то есть если не удалось инициализировать индикатор то все что мы сделаем так это просто вернемся точнее завершим работу значит return отсюда и вернем код init failed можно также сюда добавить print print с большой буквой сообщение в журнал регистрации о том что не удалось инициализировать индикатор индикатор moving average вот мы выдали журнал регистрации сообщения об ошибке и вернули код ошибки значит я все это дело копирую для того чтобы можно было то же самое действие произвести для второго индикатора ma для медленного sma h да sma h мы его назвали здесь меняем fma на sma и в print а период период у нас здесь будет не fast а slow все если все прошло успешно соответственно у нас в этих переменных fma h и sma h есть уже указатели хендлы на индикаторы moving average с необходимыми нам параметрами которые мы задали выглядит неплохо продолжим осталось собственно говоря самое главное написать индикатор значит первое что нам необходимо здесь сделать в этой функции это проверку и расчет количества просчитываемых баров собственно говоря это нужно делать в любом индикаторе поэтому код следующий у нас есть приходящее значение rates total его нам нужно сравнить с количеством баров ну и к примеру если оно меньше какого-то заданного значения то никакого вычисления отрисовки мы делать не будем поэтому проверяем если rates total у нас меньше ну скажем 4 баров то мы просто возвращаемся делаем return и возвращаем 0 почему 0 потому что у нас переменная типа int должна вернуться число и мы его возвращаем ничего не произошло значит проводим проверку дальше значит объявляем переменную limit и посчитаем сколько у нас баров готово к работе значит rates total нужно отминусовать от prev calculated так сделаем проверку если у нас лимит больше одного то что мы с вами сделаем мы с вами инициализируем сейчас наши буфера с некоторыми значениями значит пересчитаем наш лимит как от rates total минус 2 положим и инициализируем так array initialize значит наш первый буфер ma os буфер да заполним его нулями следующий array initialize значит буфер для цвета colors буфер тоже заполним его давайте мы его четверками заполним они нулями у нас 0 это черный цвет так дальше array идеализа значит у нас там был fast буфер его также заполним нулями и последний буфер у нас slow буфер slow буфер также заполняем его нулями итак наши буфера инициализированы теперь необходимо сделать подготовить некоторые данные объявим переменную count для того чтобы можно было подсчитать сколько у нас реально мы будем эти наши буферы заполнять буферы fast буфер slow буфер значениями из индикатора moving average поэтому давайте мы подготовим переменные int count сколько у нас там посчиталось баров больше единицы тогда мы возьмем количество которое у нас готово к работе иначе возьмем единичку значит еще одну переменную подготовим сколько мы реально смогли скопировать значений ну инициализируем ее пока нулем для сравнения значит ну и теперь копируем наши значения копит равняется сколько мы скопируем буферов ой баров значений господи так копий буфер откуда откуда из f мы а h да значит номер буфера нулевой начальная позиция нулевая количество count которое мы уже подготовили сколько нам нужно копировать и в какой буфер fast буфер значит теперь сравним если у нас копит не равно то что мы заказывали да count count заказывали мы count количество то есть если значения у нас не скопировались все что нам нужны то так же возвращаемся отсюда и возвращаем ноль ничего не делаем продолжим значит ну можно сделать копипаст всего вот этого и то же самое со вторым буфером по второй moving average по slow это мы сделали для fast ma это сделаем для slow ma для быстрой и медленной машки ибо если они нормально не скопируются нам просто не сравнить одно значение с другим ну и теперь осталось самое малость собственно говоря произвести расчет мы это сделаем в цикле расчет и заполнить наши буфера для отображения гистограммы и для отображения цвета этой самой гистограммы значит так я объявляю переменную int и значит начнем просчет от нашего лимита от того что мы считали пока i больше равно нулю и будем уменьшать значение и на единичку так цикл мы объявили и теперь в нем пишем заполняем наш буфер mouse буфер значит не так от i это же у нас массив равняется fast ma так fast буфер так fast буфер от i мы же считаем разницу да минус slow буфер от i мы считаем разницу для того чтобы отобразить гистограмму посчитали значение буфера самого нашего основного для гистограммы мы заполнили теперь необходимо заполнить цвета цвета отображения этой самой гистограммы это colors буфер также от i так вот красиво сделаем значит дальше следующее смотрите внимательно mouse буфер от i проверяем больше ли разница нуля да у нас вот fast буфер минус slow буфер значение они на одном месте находятся может они сошлись воедино соответственно нам нужно другим цветом отрисовать если больше нуля то еще добавляю сюда пачку условий mouse буфер от i больше ли он от mouse буфер от i плюс один чего ради да ради цветов чтобы это все красиво отображалось соответственно либо ноль в противном случае ставим единичку это для внутреннего нашего условия продолжаем дальше значит мы тут сравнивали с нулем если больше нуля то у нас выполнится вот эта часть теперь если же оно равно нулю или меньше добавляем следующее условие mouse буфер чего ради все это делается да ради красоты и чтобы было интереснее и немножко уже сложнее нужно все время двигаться вперед если у нас меньше нуля то еще добавляю значит ma os буфер от i проверяем на ma ma os буфер от i плюс один так что делаем второй цвет либо третий цвет и тут дальше запутались уже смотрим внимательней иначе 4 так походу здесь да лишняя одна скобка вот была то есть здесь мы определяем цвета 1 2 3 4 которые мы задали вот здесь вот индикатор color 0 1 2 3 4 5 цветов и 5 цветов мы здесь с вами задали для в этой самой в свойстве индикатор color 1 собственно говоря ничего сложного то здесь нету но тем не менее просто уж форма записи такая для того чтобы не писать целую пачку условий if 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 здесь можно все это красиво элегантно записать в виде одной строчки так я сохранюсь давайте подумаем что нам тут еще надо в принципе вроде бы все мы самое главное заполнили один буфер и второй буфер давайте скомпилируем и посмотрим что будет у нас какая-то ошибка fma s fma s а как мы ее назвали а с так это у нас что fma h а это должна быть sma h так исправили так скопировалась mao.sc скопировалась теперь нужно проверить давайте посмотрим у нас тут открыт график евро доллара давайте найдем наш индикатор mao.sc и переместим его на график можно посмотреть входные параметры да mao.fast period mao.slow period метод и применяемая цена указывайте пробуйте любые значения здесь цвета здесь вот mao.sc мы задали да какие-то интересные толщину стиль то есть все мы задали пробуем итак у нас отобразилась гистограмма работающая на разнице двух скользящих средних в принципе можно даже посмотреть насколько она тут корректно работает должна корректно вот у нас цена поднимается видимо здесь да и поднимается гистограмма двигаем дальше так 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 вот она тут уже ослабевает машки тут выравнивается скорость видите падает изменение цены и начала гистограмма падать сигнализируя о том что может быть даун тренд что собственно говоря здесь дальше и происходит давайте посмотрим сколько можно было бы пикселов этих самых уловить пипсов наших ну допустим проверим две вот этих вот цены да и если мы стали здесь в продаже где нибудь то куда мы можем дойти ну скажем можно отыграть вот здесь вот как только будет повышаться да цена подниматься где-нибудь здесь закрыться ну 20 пунктов то есть в принципе для H1 можно применить советник в виде скальпера можно попробовать поменять параметры давайте там fast период возьмем скажем 10 ну и здесь где-нибудь 28 что мы получим у нас перерисовалась немножко гистограмма и уже вход мог быть немножко раньше не знаю хорошо это или плохо нужно проверять на советнике это дело тоже можно было примерно столько же пунктов 20 наверное поймать ну собственно говоря на этом все наш урок закончен всем спасибо за внимание и это видео было записано специально для сайта трейдлок и про до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...